Кто-то уйдет, кто-то придет, кто-то бросит, кто-то кинет. И где-то работа, нельзя такую же работу делать, как раньше и так далее. То есть одно тянет другое. Причины, следствия, ошибки, закономерный итог. Сидишь у разбитого корыта и вот что делать. Что делать? Скрининг делаем, да? Фобии. Запомните, надо начинать. С фобией. Все это состояние организма корректировало и поддерживало урины. Все это состояние организма корректировало и поддерживало урины питанием и голодом. Вот это все, да, на физиологию это будет прекрасно влиять. Но только не на фобии, понимаете? Вот еще голод как-то может вас там подвинуть к этому, к тому, чтобы эта фобия вылезла, она стала явной, понимаете? Чтобы человек почувствовал, что что-то внутри вас не то, что приводит вас к страху. Тот самостоятельная методика должна быть, ну, в первую очередь, чтобы ее лучше осознать, осознать, это бы дыхание очищающее полевую форму жизни, но оно бы выведет только последствия. А вот что является причиной, это уже идет работа сознания, рассуждение, откуда, что, сознательная работа, почему она возникла, где, как. Вот, то есть, здесь уже работа ума ведет к тому, чтобы ее вот вывести. То есть, возможно, она возникла еще в детстве, возможно, она возникла до рождения. А есть фобии, которые тянутся с прошлой жизни. Для многих это тут какая-то тут я сижу и какой-то этот врун болтун и хохотун что-то говорит вам. Но, тем не менее, это есть у каждого. И с этим тоже надо работать. То есть, на фобию это практически не оказывает никакого влияния. Полностью болезни не проходили. Естественно, так как это ерунда, торчит как заноза. И оттуда, от причин, идут следствия, пораждающие ошибки и приводящие к закономерности. Так, на обострении не было. Да, можно так это все держать. То есть, физиологию держать. А вот последние 2-3 года перешла на сухое голодание, возобновила урину, очень строго привлекла питание. То есть, перешла на неполное сыроедение. Но, опять-таки, это, знаете, как бы сказать, вот это вот здесь, а я стреляю туда. И думаю, что я вот туда стреляю. Разные вещи. По Конституции я ветер. А вот мы теперь и перешли к тому, что буду говорить. Вот я рассказываю об индивидуальной Конституции. Сыроедение усилило принципы ветра. Я рад, что люди стали ориентироваться, что такое жизненный принцип ветра. Потому что то, что дошло до нас из Аюрведы, из индийской науки о жизни, то есть, как бы сказать, вот это называется вата. То есть, жизненные принципы у них так называются вата, пита, капха. Ну, ничего это не говорит. Ничего. И это требовало обмозговывания. И впервые, я уж похвастаюсь, извините, это возникло у меня, что я привел, что это жизненные принципы, которые вот так-то, вот так-то влияют. И люди это поняли. То есть, я растолковал сложнейшее понятие, лежащее в основе жизни и здоровья. И рад этому, что люди поняли. Я, опять-таки, похудела. Ну, сказала бы, уменьшилась масса тела. Опять-таки, смотрите, слово ухудшился сон. Опять-таки, худ. Вот этот вот худ, все это, ну, пропал сон. Плохой стал сон. Ну, так. Как-то в словах, и я вас учу, словами надо очень осторожно оперировать, для того, чтобы ваша жизнь, ваша аура, ваше взаимодействие с пространством были совершенно иные. И на это, в первую очередь, влияют наши мысли и слова. Так, естественно, сбросился вес, то есть, стал меньше того, что надо. Бессонница, типичное проявление. И стало очень нервное. Почему нервное? Потому что человек, когда перевозбужден жизненный принцип ветра, он циркулярный, это процессы, циркуляторные, идут там быстрее. И на ту же реакцию, на которую у вас там требовалось, грубо говоря, время, теперь это время, еще быстрее вы реагируете на это. То есть, когда не проработано в сознании важные вещи, человек, они вылазят еще при перевозбуждении жизненного принципа ветра, вылазят. И вот эта вот нервность проявляется в том, что человек теперь на них острее реагирует. То есть, он, Бог говорит, душевно не проработал многие свои качества, то есть, нравственные качества, душевные качества. То есть, обнаруживаются изъяны в вашем сознании, которые через причиненные следствия ошибки приводят к закономерным результатам. То есть, вот это все, ветер, еще раз хочу сказать, от этого ничего, ни сброса массы тела, ни, значит, бессонницы, ни повышенной нервности, не было, когда у этой женщины, допустим, была, ну, как бы сказать, фигура лани. То есть, лань скакала, все нормально было, ну, там, вот фобия была, которая, как бы сказать, приводила к своим этим отрицательным результатам. А потом, вот, она, будем говорить, решила как-то со всем этим побороться, с применением вот таких средств, но без воздействия целенаправленного на фобию, на причину. Поэтому, это, конечно, привело вот к тому, через следствие, к ошибкам и закономерность сахарной диабет. Так, ну, помимо этих отрицательных результатов, имеются положительные результаты. Миома полностью рассосалась. То есть, что такое вообще миома? Миома – это нечто слизистое. Образовался, как бы сказать, сгусток жизненного принципа слизи, которые, слизь, исчезают, когда ее подсушивают. И вот тут это подействовало, на миому-то подействовало. Но восстановился гемоглобин. Гемоглобин я уже вам говорил, а есть такая передача у меня в целебной кулинарии про кровотворение. И там я беседую с бабунькой, Ниней Ливановной Генераловой, которая занесена в книгу рекордов Гиннеса, как человек, сдавший больше всего крови, то есть донор. И там как раз рассказано, с помощью чего она это все восстанавливала, что в течение 50 лет каждые две недели она сдавала там, я не знаю, сколько, сколько-то там крови. Ну, сколько положено, не более того. И вы можете восстановить. Не будем отвлекаться. Исчезает зуд и боль в голове. Исчезает вкус сладкого во рту, то есть сахара меньше. Исчезает сухость, восстанавливается цвет лица, остановилось упадение волос, гиперкаритоз уменьшился. И, конечно, постоянно остается чувство голода. То есть есть наряду с этими вещами. Как я вам говорил, когда у человека было что-то одно, допустим, грубо говоря, там, какие-то одни были, то есть, опять-таки, где моя штучка эта? То есть вот в этом вот состоянии, в идеальном состоянии, никаких болезней нет. А вот в этом были болезни, которые подвигли нашу героиню к тому, чтобы она занялась самоздоровлением. Она начала заниматься самоздоровлением, все вроде нормально, нормально, нормально. Потихонечку она с помощью вот этих вещей перегнула палку и получила отрицательные результаты. И теперь она спрашивает, а как из этого состояния опять выйти вот к этому состоянию? Улавливаете? О чем я вам говорю? То есть вообще вот это вот видео, предыдущее и вот это, оно волнует всех людей, понимаете? Всех без исключения. Тут должны быть просмотров миллиарды. А его там, я не знаю, сотни там набралось. Чувство голода. То есть, видите, как бы сказать, о чем я говорил. Остается от вот этого оздоровления, перехода на это питание, остается напряжение в организме, которое по-своему уизнашивает и просится сюда вот, чтобы вот это чувство голода не было. Потому что чувство голода, чувство голода и вот эта нервозность, она постоянно действует на человека, из нашего его морально разрушаем, морально-физиологически, из нашего его, естественно, жизненную силу. За все эти годы многократно проверяла на сахар. В основном он не повышается. Бывают редкие случаи, когда повышается до 7,4. То есть с сахаром проблема, Бог говорит, нормализовалась. Последний год, полтора, появились боли в проекции поджелудочной железы. То есть закономерности начинают проявляться. Причины следствия ошибки ведут к закономерностям. И почему вот пишется это письмо. Последний год, полтора, появились боли в проекции поджелудочной железы с радиацией в подлопаточную область. При проверке на гормон инсулин оказалось снижен на 1,9. Гликозированный гемоглобин в норме. Инсулин снижен, инсулин снижен, инсулин снижен. Значит, все это дело, конечно, можно тоже нормализовать там инсулин. Но инсулин как, как бы сказать, как гормон, который относится, я бы так сказал, к природе слизи, капхи слизи. Естественно, он под влиянием перевозбуждения ветра уменьшился. То есть, видите, чем я оперирую? Даже вот такими вещами. Причины следствия ошибки закономерности. То есть, почему проявляется закономерно что-то проявляется. Долгое угнетение жизненного принципа к слизи приводит, естественно, к подавлению органов, которые влияют за, как бы сказать, ну, грубо говоря, за выработку слизи в организме, так скажем. Со всеми вытекающими последствиями. Так, я поняла, наконец-таки, что с сыроеденным исчезает вся патология. То есть, патология была вот в этом вот, на этом уровне. Когда была нормальная, все, значит, поисчезало. Палка перегнулась, но сильно усиливается принцип ветра. Особенно, значит, сказывается понижение массы тела. Это зябкость, в первую очередь. Это нервозность, это пропадание сна. Это исчезновение месячных. То есть, человек, особенно женщина, да. И волосы даже начнут там, с волосами вообще-то могут быть проблемы. Чтобы уравновесить вес, как только начинаю кушать, особенно хлебобулочные, через неделю-полторы возвращается вся симптоматика, перечисленная сверху. То есть, отсюда мы, как бы сказать, передвигаем палку сюда и получаем то, от чего мы ушли. Что же тут делать? Зачем вам есть хлебобулочные изделия? Кушайте каши. Цельные каши. С топленым маслом. Сладить их не надо. Под это самое подсаливайте. То есть, перейдите на каши. Не надо хлебобулочные изделия, которые быстро повышают, так скажу, гликемический индекс. Из-за того, что вот этот тонкий помол, мука и так далее. Мука превращается в свою противоположность в муку. Муку. Понимаете? Мука, мука. Мука для организма. Поэтому цельные каши, в конце концов, блюдо из проросшего зерна, где крахмал превращается в салатовый сахар. То есть, исчезает целая стадия. Это уже проросшее зерно близко по своему, как бы сказать, сути своей к растению. Не крахмалистый продукт, а уже ближе такой растительный листовой продукт. Из проросшего зерна, из каш. Плюс листовые овощи, которые там вы едите. Вы их слабо тушите, тушите. Вот. То есть, как уравновешивается ветер? С помощью каких средств? Ну, первоначально это можно там в ванной, втирание масла, другие там вещи. Вот. И вот это не будет. То есть, вот регулирование. То есть, здесь отсутствует регуляция. То есть, заваливаемся. Были здесь, завалились отсюда. Отсюда завалимся в эту сторону. А нам надо становиться вот в этом среднем положении. Как это сделать, я вам говорил. И вот эту вот книгу. Индивидуальная конституция 4 группы. В крови читайте, читайте, вникайте. В связи с чем, могли бы вы мне посоветовать, как выйти из этой ситуации, иметь нормальный вес и в то же время без болезни. Так как сыроедение, видимо, не для меня. Очень ждут вас ответа, заранее благодарны. Я ответил, но вот этот вот еще ответ, это дополнил. Дополнил. Значит, не надо вот зацикливаться на том, что я там, допустим, ага, там, либо качок я качаюсь. Вот для этого я тут сделаю столько всего, чтобы остаться. Несмотря на то, что здоровье может ухудшиться. Хрен с ним, но главное мышцы, мышцы. Она приводит к тому, что потом, грубо говоря, ни мышц не будет, ни здоровья не будет. И лично у меня такое было. Я был и раскачатый, я вам там в видео все это покажу. Вот. И раскачатый с повышенным весом, там все это, свои плюсы. Идешь тут, плывешь, как грубо говоря, этот, как айсберг. И был с пониженным весом, такой там стройненький, такой сякой, все это там такое гибкие и так далее. Свои там плюсы, свои там минусы. И в конце концов, в конце концов, вот вы видите меня сейчас, когда я стал вот на этот срединный путь, который просто-напросто уважает особенности вашей собственной, любимой индивидуальной конституции. И я ее уважаю. И я вот так выгляду, выгляжу. Возможно, возможно, мне, допустим, не такой раскачанный, как раньше был там, и кому-то нравился раскачанный. Возможно, не такой, будем говорить, стройненький, как я заплетался в закрытый лотос, и кому-то это нравилось. Но я сажусь просто в лотос, поднимаю гирю, и вот так вот выгляжу. И доволен этим. Вот главное – довольство. Плюс, плюс. У меня, конечно, разные фобии свои были. Как у каждого из нас есть вот эти фобии. И неважно, фобии есть своих, будем говорить, психологические тараканы, которые там изнутри нас, вот эта душа туда-сюда там направляют, туда-сюда. То есть создают причины – это в голове тараканы. Я хочу накачать бевень 50 сантиметров, хочу лежа жать 200 килограмм, как минимум. Либо я хочу садиться в закрытый лотос, я там хочу по горам взбираться и так далее. Причины в наших побуждениях и чертах характера, которые там создают соответствующие привычки. И в итоге порождаются причины, следствия ошибки. Накачался там, допустим, что-то порвал. Ага, там чрезмерно поголодал, получил какое-то осложнение, допустим. Улегся там сыроедением, ага, получил вот такие вот вещи. Ну вот оно, письмо, вот оно все это прекрасно иллюстрируется. То есть ошибки привели к закономерному результату. Смотрите это видео, рассказывайте о нем. И запомните, пока не будут выведены фобии, пока не будет проработка вот этих черт характера и привычек, подлинного здоровья и изменения в судьбе не ждите. Добро вам здоровиться.